История отношений, подсудимой с буквой закона, весьма печальна. Майдвых детей Светлана была лишена родительских прав еще в марте 2011 года. Причины стары как мир, злоупотребление алкоголем и аморальный образ жизни. В итоге, сегодня дети находятся на государственном обеспечении в доме семейного типа в городе Кобрине. Согласно декрету президента номер 18, средства на содержание своих детей Светлана обязана возмещать государству в установленном размере. Однако, каждое устройство на работу заканчивалось плачевно. Получив зарплату, женщина уходила в алкогольную нирвану, не реагируя на увещевание руководства и сотрудников милиции. Милиция делала все возможное для того, чтобы это лицо все-таки работало. Ее трудоустроили. Стоит сказать о том, что этому обязанному лицу трижды давался шанс работать. То есть, три раза ему предоставляли новое место работы. Однако, у данной гражданки ничего не получилось из-за того, что она все-таки выбрала путь злоупотреблять спиртным, уклоняться от работы, не работать. Ну, вот, в принципе, результат ее, этого образа жизни. Дело рассматривается в суде. Кстати, муж обвиняемый решил не разделять жизненные горести с дамой сердца и пропал в неизвестном направлении. По версии Светланы, уехал на заработки в Россию. Поэтому долг государству в 60 миллионов рублей лежит пока только на плечах горе мамы. Игнорируя три года свои родительские обязанности и обязательства перед государством, 37-летняя Светлана не думала об ответственности. Задумалась лишь на суде. Мне вот эти 21 день хватило для того, чтобы все осознать, понять, обдумать. Я прошу не лишать меня свободы. Я буду работать. Я не снимаю из себя вины. Частые прогулы, состояние на учете в наркологическом диспансере, многомиллионный долг перед государством и самое главное – уклонение от его возмещения. Все эти пятые на биографии подсудимые сыграли свою, далеко не положительную роль в вынесенном приговоре. На основании части 2 статьи 184 Уголовной кодекции Республики Беларусь назначить Жигаревой Светлане Антоновне наказание в виде ареста сроком на 3 месяца и назначить ей принудительное решение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания. В прошлом году по Ленинскому району города 14 так называемых обязанных лиц были осуждены за уклонение от выплаты государству. За 9 месяцев текущего, а пока таких горе-родителей 9. Приговор вынесен. Последняя точка в их, увы, резонансных делах поставлена. Уже до следующего года тунеядцы и асоциальные личности будут привлекаться к уголовной ответственности. Возможно, эта мера избавит общество от необходимости платить за нигде не работающих. Продолжение следует...